Напомню, Ивана Вагнера следствие обвинило в том, что он помогал своим детям в управлении сельхозпредприятием Июз Агра. Также якобы подсобил родней и друзьям-ферверам с субсидиями на 41 миллион рублей. А еще якобы помог зятю взять на строительство дома в Копьево больше 800 тысяч рублей по федеральной программе развития сел. Но по этим статьям Ивана Вагнера первый суд оправдал. Такое решение не удовлетворило ни прокуратуру, ни самого бывшего главу сельхозников. Иван Вагнер попросил Верховный суд очистить его репутацию полностью и оправдать еще и по статье о незаконном предпринимательстве. Не угомонились и следователи. Им, видимо, показалось, что амнистия Иван Вагнер легко отделался. Прокуратура просила Фемиду ужесточить наказание. Я прокуратуре сказал в рамках заседания в суде первого станции, что я никогда в жизни не стану перед вами на колени. Я еще раз это повторяю. Не встану и не заплачу. Я приму решение кассационного суда в таком виде, в котором вы его приняли. Спасибо. Плакать и вставать на колени Ивану Вагнеру не пришлось. Верховный суд решил оставить все как есть. То есть виновен по одной статье, но в тюрьму не пойдет. 2015 года объявление амнистисти и 73-й победы Великой Отечественной 1941-1945 года.